Здравствуйте! Сегодня будем говорить о том, как научиться слушать и слышать. Представьте себе, 73 процента наших неудач, провальных переговоров, конфликтных ситуаций лежит в неумении слушать и понимать собеседника. Именно поэтому сегодня мы развиваем навык слушания. Экспертами по общению подсчитано, что современный человек за день произносит примерно 20 тысяч слов или более 2000 слов в час. При этом, кстати, женщины говорят в три раза больше мужчин. Даже если вы любите поговорить, золотое правило продаж 80 процентов говорит покупатель, клиент и только 20 процентов продавец. Итак, сегодня осваиваем инструменты активного слушания. Первый инструмент. Не притворяйтесь, что слушаете. Притворство не скроешь. Поддерживайте и поддакивайте клиента. Говорите ему, ага, угу, да, ну. Кивайте подбородком. Соглашайтесь тогда, когда вы искренне согласны с мнением клиента. Осознанно ищите точки соприкосновения, в чем вы согласны с ним. Второй инструмент. Это эхореакция. Повторяйте последние слова собеседника, а затем развивайте свою мысль. Логические следствия из высказываний партнера, например, предположите о причине событий, тоже будут очень полезны. Например, это, наверное, произошло потому что, да. Третий инструмент. Используйте прием зеркала. Эффективно повторяйте ключевую мысль. Это очень эффективно в процессе коммуникации с собеседником. Вы можете менять порядок слов для получения подтверждения мысли. И следующий инструмент. Старайтесь понять чувства клиента говорящего, а не только то, что он говорит. Попытайтесь понять, о чем он переживает, что он ощущает в момент коммуникации. Наблюдайте за выражением лица, за его жестами, за его тоном голоса и интонации. Фиксируйте чувства. К примеру, да, заметно, что тебя это вдохновляет. Или вижу, как вы расстроены. Вижу, что ты не в восторге от этой идеи либо предложения. Или, к примеру, уверена, у тебя точно это получится. Не жадничайте на свои эмоции. Включайте свой эмоциональный фон и поддерживайте фон собеседника. Если клиент смеется, поддерживайте его смех. Если у него скорбное выражение лица, делайте соответствующее выражение. И последний прием на сегодня. Побуждайте говорить. И говорите больше. Ну и что дальше? Побуждайте клиента к разговору. Провоцируйте его. Задавайте ему много наводящих, уточняющих вопросов. К примеру, что ты имел в виду? Где? Когда это произошло? Почему? Зачем? Расспрашивайте. Даже задавайте вопрос на вопрос. Конечно же, в разумных пределах. Перечисленные мной инструменты позволят вам больше сконцентрироваться именно на собеседнике. А научившись больше слушать, вы будете лучше и больше получать информации, чем другие. Что, в свою очередь, поможет завести вам большое количество друзей, которым вы сможете продать ваши товары или услуги. Это, конечно же, шутка. Если серьезно, то я желаю вам быть живым и вовлеченным собеседником. Успехов в продажах!